мы стали помогать ранее обреченным опухолям которые не могли подступиться мы улучшили результаты лечения тех опухолей которые пытались лечить ранее и мы практически приблизились к стопроцентному излечению тех опухолей которые ранее демонстрируют показатели выздоровления где-то от 70-80 процентов это соответственно показывает насколько важные огромные шаги преодолела клиническая онкология вот но условно говоря за три декады это прибавило прежде всего врачам уверенности потому что когда ты идешь на работу и знаешь что ты этого пациента видишь чуть не последний раз это тяжелейшая эмоциональная нагрузка сейчас фактически когда мы обсуждаем результативность лечения у нас параллельно представляется и лечение самой болезни и достижение уровня качества жизни они стали синхронными два показателя и они как раз и показывают успешность и сам факт того что сейчас это говорим обсуждаем как раз является ярким примером того что до большинству пациентов удалось спасти жизнь и точно было а в отношении диагностики тоже стало совершенно очевидно что насыщение не только онкологически но общей сети методами лучевой диагностики эндоскопии конечно же создали возможность находить начальные стадии сейчас в университете мы говорим уже о четырехэтапном лечении четвертый этап это реабилитационный реабилитация бывает перспективная и палеотинная и это у нас тоже есть поэтому можем отдиагностировать прооперировать провести химиотерапию лучевую терапию и реабилитировать это условиях комплексного командного подхода пациент имеющий любую вариативность вот там почки болезни хронические печени легких сердце и онкология любой пазл он может реализоваться потому что в нашем институте есть все врачи и лечатся все болезни и это нам существенным образом облегчает лечение и прежде всего для таких вот возрастных пациентов или изначально уже имеющие какие-то заболевания сопутствующие нам надо прежде всего самим озаботиться о своем здоровье на самом деле статистика все равно говорит о том что большинство у нас в обществе умирает пока не от рака от сердца и сосудов вот эти заболевания требует мониторинга причем наверно с самого детства самого детства если мы говорим о сквозь это онкологии да к внедрению методов генетического тестирования моделирования прогнозирования возникновения заболевания ну а из как бы таких общих реагентации конечно же конечно же все что связано условно говоря с понятием здоровый образ жизни этого надо придерживаться и в питании и в активности физической и соответственно соблюдение режимов работы и отдыха но на протяжении уже десяти практически лет вот будет в этом году проводим скрининг акции различные которые приглашаем волонтерские акции которые увлекаем население нашей страны и одной из них это неделя ранее диагностики заболеваний органов головы и шеи удивительным образом оказалось что к счастью рак мы находим единичных случаев мы выявляем стабильно вот на протяжении декады 30 процентов хроников рак ни из чего не берется внезапно это последовательный процесс канцерогенеза и надо вовремя остановить этот механизм прохождение этапов от дисплазии в сторону рака вот здесь вот как раз мы и скажем твердые нет этой проблемы